Привет друзья! Сегодня у меня на канале очень интересная тема. Топ 10 градостроительных стратегий для ПК. Если вы любите создавать свои города и управлять ими, то этот ролик именно для вас. Давайте же посмотрим, какие игры попали в мой топ и что они нам предлагают. Airborne Empire. Здесь нам снова предстоит строить, пытаться управлять своими территориями, развивать этот уникальный город, который будет находиться в небе. Это будет увлекательное представление, которое просто невозможно забыть. Нас ждет совершенно открытый и очень большой игровой мир, который подарит нам много радости и невероятных открытий. Не стоит забывать об опасностях, которых будет предостаточно, и их надо избегать, преодолевать трудности и расширять свои возможности правильного управленца. Экзотические чудеса ждут каждого игрока в голубом небе, который интересно найти и увидеть все своими глазами. Кроме того, здесь будут спрятаны невероятные сокровища, которые конечно же каждому пригодятся и смогут порадовать любого игрока. Любой из вас попытается стать крутым управленцем, который сможет развивать свой большой город в небе и испытать все самое лучшее. В этот игровой проект разработчики решили вернуть шикарную механику подъема, реалистичные движения, а также уникальный баланс. Кроме всего прочего, здесь вас будет ждать совершенно новый и достаточно опасный враг, которым являются пираты. Beyond Teeth Stars. Это уникальная градострительная стратегия, в которой вы отправитесь в путешествие по галактике очень неожиданным способом. Вам предстоит строить город для своего народа, искать ответы на вопросы о происхождении и развивать глубокие отношения с миром вокруг вас. После нестабильных времен народ Peoples оказался на спине Кьюа, одинокого космического кита, путешествующего по вселенной. Постройка города на спине чувствительного существа имеет свои сложности, но ваше путешествие по галактике откроет вам великолепные возможности для исследования и расширения границ своего народа. Встречайте другие виды, следите за потребностями и желаниями горожан, а также ищите истину о своих предках и космических китах. Теперь вам нужно развивать свою цивилизацию и отношения с Кьюа, чтобы преодолеть вызовы большой вселенной, максимально эффективно используя ограниченные ресурсы и пространство на спине. Вам предстоит сделать выбор, установите ли вы массовое производство, жертвуя отношения с носителем, или будете использовать его в основном как дом, собирая ресурсы в своих поселениях, когда это возможно. Будьте осторожны с загрязнением, которое не только может раздражать пиплс, но и кита, и рассмотрите возможность подхода к строительству города в устойчивом режиме, чтобы поддержать счастье пиплс, не разрушая их будущее. Ситаделиум Эдзон 2 Эдзон 2 Настоящего строителя разрушенной цивилизации, которую уничтожила глобальная катастрофа. Надо будет до начала отыскать свое классное место, жизненную территорию, на которой можно комфортно существовать. Начинайте свое строительство, управляйте людьми, чтобы они быстро развивались и открывали новые территории. Ищите уникальные ресурсы и открывайте новые технологии, чтобы развиваться быстрее ваших противников. Вы также можете перемещаться по этому огромному миру, воспользовавшись для этого быстрым автобусом и посмотреть, что вообще здесь происходит. Наберитесь смелости, чтобы бывать в самых коварных и по-настоящему диких местах, где находятся очень древние развалины. Здесь можно найти ценные трофеи, опасные задания и шикарные бонусы, которые помогут вам быстрее развиваться. Не стоит забывать о других опасностях и трудностях, которые будут постоянно возникать, такие как стихийные бедствия и большое количество врагов. Кайзерпанк. Перед вами довольно необычная игра про градостроение, приправленная элементами глобальной стратегии. Место действия – альтернативная версия 20 века, где вы можете заняться созданием собственного города-государства, налаживать производственные цепочки и исследовать постоянно изменяющийся мир. Для начала стоит отметить градостроительный симулятор. Так, например, вы сможете практически с нуля создать город-государство, где с помощью улиц, фабрик или зданий будет рассказана неповторимая история, которая зависит от принятых решений. Что же касается стратегии, то тут важно создавать альянсы, заключать сделки и завоевывать новые территории. А еще не стоит забывать про производственные цепочки. Поэтому постоянно совершенствуйте свое виртуозное управление ресурсами и производством. Постарайтесь выстроить максимально эффективную экономическую модель при помощи сложных производственных цепочек, а также используйте ресурсы для развития своего города. Помните, что любой сделанный вами выбор будет оказывать влияние на весь игровой процесс. Laysara Summit Kingdom Это интересный симулятор, который предложит геймеру заняться строительством невиданного ранее дома для тех, кого выгнали из дома. Выбрав для времяпропровождения песочный режим или же кампанию, игрок сможет заняться строительством сразу нескольких городов, находящихся на гористой местности. У них есть определенные особенности, которые важно учитывать в игровом процессе. Игроку предстоит заняться планировкой производственных цепочек, постоянно удовлетворять свое общество, которое формируется из трех классов. И не стоит забывать о борьбе с обитателями гор. Сама игра, несмотря на жанр симулятора строительства, имеет огромное количество нюансов. Каждый из них необходимо учитывать при возведении огромного королевства. Игрок должен примерить на себя не просто роль какого-то царя или управленца, он должен стать буквально богом, который готов взять на себя все задачи, которые должны быть выполнены перед обществом. В этот список входит огромное количество пунктов, которые нужно соблюдать и учитывать. Только так удастся выполнить поставленную задачу на все 100%. ПАКС АУГАСТА Полюбуйтесь на становление Великой Римской империи. Займитесь построением процветающего города. Не забудьте при этом обеспечить своих горожан всем необходимым, продавая всевозможные товары и зарабатывая немного денег. Чтобы затем построить невероятные памятники и нанять на работу профессиональных советников. Погрузитесь с головой в довольно реалистичную игру, выполненную в виде классического градостроительного симулятора. Данный проект был поддержан всевозможными историками, археологами и многими другими активными членами сообщества. Ну а по мере расширения границ империи у опытных городских лидеров получится основать еще большее количество городов и укрепить позицию Рима. Помимо этого вы сможете начать строить с небольших поселений, которые затем начнете привлекать жителей. Увлечение налогов позволит добывать всевозможное сырье и возводить новые объекты для удовлетворения нужд населения. Также займитесь импортом удивительно дорогого мрамора и другого сырья из дальних регионов, чтобы затем построить невероятные храмы и даже дворцы. В качестве умелого правителя города у вас получится привлечь внимание сената, а затем управлять новыми территориями. Постапобилдер показывает постапокалиптический мир, где игрокам придется заниматься обустройством собственного города. Игра выполнена в жанре стратегии в реальном времени с элементами песочницы, где нужно выживать и восстанавливать павшую цивилизацию. Человечество в прошлом пережило глобальный катаклизм, который привел поверхность планеты к опустошению. Людям приходится сражаться за ресурсы, еду и воду. Игроки будут отбиваться от рейдов диких племен и справляться со стихийными бедствиями. Главной задачей для игрока в этой игре выступает создание безопасного поселения, которое сможет противостоять опасностям внешнего мира. Предстоит заниматься застройкой локации, добывая для этого необходимые материалы. Для нахождения ценных вещей придется отправить разведчиков на исследование местности, чтобы доставать среди мусора полезные предметы. Игрокам придется беспокоиться о многих аспектах жизни поселенцев, улучшая их быт. При обнаружении старых технологий и запчастей получится создавать технику для передвижения или оружие. Периодически происходят случайные события, такие как нападение разъяренных зверей или бандитов, желающих поживиться вашими ресурсами. Также вы здесь сможете заниматься экономикой, градостроительной и военной механикой, чтобы привести цивилизацию к былому процветанию. Сэтлмент Сурвайвл Увлекательная игра, разработанная в жанре градостроительной стратегии, где нам предстоит выживать и преодолевать немалое количество испытаний. Возьмите за исполнение роли главного героя, который возглавит группу выживших, и вместе с ними отправляйтесь на поиски нового дома. Займитесь исследованием окружающих территорий, начните добывать ценные ресурсы, а затем принимайтесь за строительство поселения, которое в будущем превратится в безопасный, процветающий и многофункциональный город. Отправляйтесь на охоту, высаживайте урожай, заполняйте арсенал необходимым оружием и атрибутами защиты, а также не забывайте постоянно развивать свои навыки, чтобы суметь справиться с более сложными испытаниями. На твоих плечах лежат судьбы множества людей, поэтому к своему делу нужно подойти с особой сноровкой. Что касается графического исполнения, то оно отлично продумано и создает атмосферу, в которую каждый игрок сумеет погрузиться с головой. Сидж оф Эрдор Градостроительный симулятор, позволяющий стать губернатором. Отправив свои войска защищать приграничную стену от врагов. Событие разворачиваются на окраине королевства, где предстоит принять участие в побоище. Сражение проходит с варварами, нападающими с востока. На границах ныне неспокойно. Орды дикарей решили прогнать чужаков и больше не бояться их мечей. Поэтому со всем отчаянием бросаются в атаку на людей из западного мира. Баталии в игре проходят у стены замка. Стены имеют свойство полностью разрушаться, а затем каждый элемент карты позволяет с ними взаимодействовать, будь то какой-то предмет или объект. Требуется исследовать окружающие территории, собирая ресурсы, помогать жителям деревни, искать древние артефакты и сражаться с дикарями. Доступен широкий выбор различных основных и второстепенных заданий. Можно нанимать специалистов, которые помогут укрепить бастион. Позволяется строить стены, башни, смотровые площадки, выставляя на них дозорных и лучников. Как только вражеская армия окажется на горизонте, потребуется бить в колокол, чтобы моментально отправить свое войско на защиту стены. А вот каждая новая волна противников действует более агрессивно и меняет тактику. Это стоит учитывать. Надеюсь, что вам понравился мой топ 10 градостроительных стратегий. Выберите одну из этих игр и отправляйтесь строить свой собственный город. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пустить новые видео об играх. Удачи вам и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok